друзья коллеги всем привет из заснеженного питера стою в пробке вот решил вам записать кое-какие мысли по поводу ценнообразования то что вопросы задают часто по какой системе ты оцениваешь как-то оцениваешь там и так далее являются каким-то ценником мол типа там дорого даже бы было такое что нас обвиняли там что в орле мы там как-то очень дорого оценивали машины после града но это очень субъективные такие вещи все и я честно вам скажу никогда не спрашивал ни у кого как мне оценивать сколько это стоит всегда исходил из каких-то своих потребностей до возможностей в первую очередь я считаю возможности то есть говорить о цене нужно тогда когда мы говорим о работе некой до работе например там вмятина тычок на двери вот если я умею эту вмятину сделать в ноль при этом не просверлив там 10 дырок грубо говоря там не прибегая каким-то невероятным манипуляциям это одно дело если человек какой-то другой да допустим то же самое вроде делает ну как бы делает но как бы вот чуть-чуть не доделает у него там что-то бликует еще что-то да это же но совсем другая работа и оценивать эти две работы также по идее нужно по-разному ну по хорошему счету уж маленькие вмятины нужно делать все я считаю это и есть педиар то есть если вы умеете делать маленькие вмятины в ноль вы значит уже мастер вы мастер вы крутой мастер какие-то большие там все эти завертыши это конечно круто но это другое немножко да и опять же по-разному можно сделать какой-то большой там серьезный ремонт и он по-разному должен быть оценен потому что у кого-то остается блики наколы там недоделки какие-то недобитки да кто-то делает прям огонь просто вау да и это уже разница прямо большая и в качестве и в цене это естественно должна быть потому что качество качество это время время все-таки которая на работу отводится еще есть момент сложности исполнения да пред представляем себе на например вмятину после после пистолета до заправочного это на мой взгляд такая одна из самых экстремальных вмятин потому что маленькая площадь жесткое растяжение как правило и вот такой ремонт произвести без использования там ход спота да это уже реально скилловые ребята такое умеют делать и поэтому такой ремонт такой ремонт сложности исполнения он тоже может стоить других денег я например понимаю что вот это я умею делать я могу это сделать у меня есть там свои секреты какие-то наработки и ну вообще уровень до уровень понимания ощущения владения инструментом оснащенность техническая да который позволяет это произвести такой ремонт естественно это тоже будет стоить других денег чем какое-то повреждение ну не такого экстремального характера пускай по площади оно такое же приблизительно да будет поэтому все вот эти вот какие-то таблицы там по сантиметрам и по всякому такому там каким-то параметрам автомобилей классов и так далее это все прикольно я тоже пользовался это нормальная тема так чтобы ориентироваться да есть сейчас программы всякие саня 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 забыл фамилию педяр стимейт программу написали они там с отцом но пользуются ребята да там можно что-то делать подкручивать по тому же граду мы работали по программе европейской вот от влада маяр прошлом году работали я считали но там тоже можно подкручивать данные да мы по большому счету могли любую цену там накрутить это же все зависит от того что вы хотите получить на что вы готовы если там были серьезно побитые машины мы брали там втроем делали там по три по четыре дня котлеты там и 200 тысяч как бы нам мало было ну соотносительно тому что можно делать лайтовые машины там по знаю там по тридцать тысяч да и делать их просто как семечки заработаем больше устанем меньше и работа это не требует каких-то таких героических каких-то супер умений чтобы там уметь запаковывать там вмятины растянутые там все это вместе сводить там стойки чинить там неоперабельные там ну и так далее поэтому по ценообразованию я считаю что вы должны брать такую сумму которую вам будет комфортно получить за работу понимаете комфортно не надо ссылаться на регионы сто раз говорил и не устану повторять и никто меня не переубедит машины везде одинаковые везде они стоят одинаково да конечно вот у нас здесь например там вот вот такой да автопром какой-то среднестатистический есть там рейндж-роверы какие-то бэхи мэхи кия какие-то где-то может быть в каком-то городке небольшом будут преобладать какие-нибудь не знаю там лады весты там и тогда суть не в этом суть в том что есть стоимость автомобилей есть стоимость запчастей есть стоимость каких-то других вещей материалов покрасочных пленок там и так далее то есть это плюс минус везде одинаково более того в регионах это всегда дороже я думаю что никто не будет с этим спорить потому что логистика прибавляет стоимость не убавляет чтобы отвезти там из москвы куда-нибудь там я не знаю в какой-нибудь там другой города это ж как-то надо отвезти если это какой-то иностранный продукт да у нас много чего из-за границы везется все равно поэтому стоимость нам все дороже а педиар мы опускаем потому что мы не привязаны к цене мы можем вообще бесплатно сделать да по большому счету но это же не говорит о том что мы должны делать бесплатно у нас уникальная услуга мы уникальные профессионалы специалисты и мы должны зарабатывать больше чем маляры чем кузовщики чем какие-то работники более типовых профессий там слесарь да хотя слесаря нормально зарабатывать больше нас я вас уверяю при этом они как бы выполняют определенные алгоритмы мы все время вынуждены в новых условиях импровизировать как-то шагать куда-то за грань постоянно здесь нужно на мой взгляд все-таки во-первых развиваться безусловно да нужно просто соответствия с чего начал да вот тычок я могу сделать в ноль идеально да я могу там хозяину роллс-ройса сказать я там за этот тычок до 20000 рублей возьму и все нет нафиг я как бы а кто-то скажет я там за 2000 сделаю да какая разница тычок не тычок потом начнет делать а у него там чуть там что-то это туда-сюда там нюансы да потому что роллс-ройс весь вы вылизанные там практическим в зеркало нет шагрени и каждый ваш надавливание да вот это вот очень сложно там ловить красоту bentley также во вторых там алюминий там разборки сборки какие-то геморрои там и так далее как пример да вот нужно уметь делать очень качественно чтобы просить за это деньги и нужно конечно ценить себя в первую очередь это банально но это работает клиент чувствует это когда вы профессионал когда вы владеете темы когда вы уверенно говорите объективно предупреждаете оговариваете все да там не то этом загоняем и сейчас там сделаем да когда вы объективно стараетесь и технически вы компетентно осведомлены и вы можете объяснить это вот так это вот так а это вот здесь вот так и человек это почувствует и антураж нужно создавать нужно создавать упаковку мы сейчас живем в таком мире да где рулит iphone да где рулит упаковка ее нужно создать даже если вы работаете в гаражном кооперативе любой гараж можно немножко губы навести прошлом году мы работали по граду это было загород пригорода петербурга мы сняли там бокс на две машины это был такой задрипанный бокс мы очень быстро просто взяли покрасили стены в белый цвет пол быстренько там чем-то там мы покрасили не помню там уже как-то вот в общем быстренько повесили лампы какие-то это заняло но минимальных каких-то вложений но сразу же другой вид то есть просто тупо аккуратно чистенько и самим приятно работать в таком помещении и человек заходит и видит ну картинку какую-то да и он сопоставляет эту картинку там с той ценой которую вы закладываете с тем автомобилем дорогим любимым который он вам сомневается отдать не отдать оставить не оставит а кто же это такой вроде рекомендовали но он может быть он там я не знаю какой-нибудь там дурной вообще или оставим сорожки до ножки от моего автомобиля вот подтолкните конечно человека а какую-то формулу по высчету стоимости я просто не могу себе представить потому что каждый раз это новый какой-то челлендж единственное что я понимаю есть например с тем же градом да действительно проще считать по какой-то классификации особенно когда эта программа сама считает и там норма час грубо говоря регулирует для себя вот и есть определенные надбавки до стоимости обоснования повышения цены это работа клеем сложные вещи клеем далеко не все умеют работать да это алюминиевые детали это работа с пленкой когда мы спасаем пленку да а это очень крутой бонус вот мы две машины с пленкой градовые спасли и причем нормальный был град там не какой-то там семечки спасли пленку и представьте сколько мы сэкономили там 200-300 тысяч да как бы это очень круто это круто это крутой бонус то есть можно об этом говорить и нужно говорить и набивать себе цену и скажем так этим можно манипулировать поэтому все сводится к тому как вы себя видите как вы себя цените какой вы что вы себя представляете как профессионал и берите так такие деньги чтобы вам было комфортно до чтобы вы понимали что вы не не работаете на уровне там зарплаты таксиста вы уникальный профессионал и вы работаете за нормальные деньги так такие которые выделяют вас из общей массы каких-то там условно работяг там за засаленных там за замасленных каких-то там понимаешь среднестатистических я сейчас беспредметно да никого не хочу оскорбить ни в коем случае но просто вы должны в это первую очередь поверить нормально одевайтесь нормально выглядеть чтобы чтобы все было презентабельно аккуратно да это этому тоже нужно учиться в наше время недостаточно быть даже просто самым крутым техникам поверьте нужно еще и уметь как-то себя спродюсировать к сожалению это так и очень много ребят реально крутых спецов не только по вмятинам вообще по каким-то параллельным или вообще другим отраслям ну просто сидят без работы потому что не могут себя продать это это очень важный момент не ищите формулы какой-то не ищите какой-то там схемы программы хотя этим можно пользоваться но первую очередь меняйте себя вооружайтесь вкладываетесь в свое развитие в инструмент чем больше будете вкладывать тем больше будете вложения эти ценить и чек ваш будет повышаться это неизбежно не смотрите на там на кто там что там как делает там рыночная цена и стремитесь туда стремитесь выше выше гонитесь и соревнуйтесь кто дороже сделает сможет круче себе продать и это будет вообще самый крутой педяр я надеюсь что что-то хотя бы видно было ребят несложно если да на звоночек там на колокольчик нажмите обязательно подписывайтесь делитесь и вопросы пишите что еще осветить о чем поговорить если вам интересно если вам такой формат интересен мы можем освещать разные темы и технические и идеологические дай мотивационные вообще любые схемы тем очень много которых можно поговорить и я надеюсь что будем дальше в таком же ключе работать всем пока